по сути все бы выглядело просто 1500 сюжет для youtube но так ли это на самом деле 1500 сюжет был далеко до этого по сути потому как я на телевидении 20 лет в гордом одиночестве 8 и вот вам результат более 3000 сюжетов я сделал один а в общем количестве от 5 до 6000 и это не предел а ведь нас то было немного три человека той 2 и можно было бы бабло качать ну да ладно и возникает вопрос к работникам ютюба работнички фиговые да вы что думаете кто-то качает музыку дала же это никто вашу музыку и не слушают и это только маленькая часть подложки вставляется на просто так вы профессионально поработайте с видео и поймете а что если это спец то работа оператора как и работа инженера видеомонтажа и вот это результат так что вам то понимать надо нормальных качественных перцев ну 5-10 человек из 50 тысячного населения при этом нас ценить надо мелких работников телевидения их гораздо меньше чем тех кто пишет музыку при всем уважении к он им так все 500 сюжет по сути сюжета было гораздо больше но вот тут возникла проблема у ютюба понимаете у него такая штучка возникает и он начинает проверять ваш аудио ряд вы конечно понимаете да что вы и больше сюжета выдать в эфир но вот проблем кто возникает и тебе постоянно объясняют что рано или поздно вы использовали какие-то звуковые сопровождения и другого лица так вот мне пришлось три года перелопачивать материал поэтому когда вот этот сюжет вы посмотрите ну когда его увидят две с половиной тысячи 2 2 миллиона я скажу что люди поняли о чем речь идет и в некоторых сюжетах естественным звуковой ряд и он перебивает другой и мой голос в том числе потому что ссоре надо было набрать хотя в основном я использовал нормальный звуковой ряд вот сюжет конечно было бы гораздо больше рано или поздно эти сюжеты вам продемонстрируют вот то что происходит сейчас я конечно понимаю что мы находимся в состоянии битвы с хохляндией ну так подождем мне тут торопиться и не надо деньги свои и так заработаю сюжеты с ютьюба смысле денежки за него получит естественно мой сын челейкин алексей почему я все это дело начал вам показывать и рассказывать потому как самой включилась проблемка видите голова да вот это называется онкология а честно говоря мне вот очень нравится телевидение потому что все вот компьютерные заставки я лично сам делал и в будущем я тоже собираюсь это самому делать то есть я буду использовать новые приколы новые примочечки все то что должно было бы быть потому что это конечно здорово показывать по ящику все что мы вам показываем но не в том суть дела а еще я хочу просто играть поэтому ссоре сюжеты будут но не в том количестве а теперь сюжет про египет а теперь понять то надо без виде инженера не будет вашего любимого материала как и без звукаря вы может быть крутые такие но ссоре без специалиста никуда а специалистов снимающих работающих в кадре и монтирующих муха запердянский один человек это я не самый умный далеко не самый одаренный но крайне внимательный понимающий суть процесса простите я один такой много ли таких людей если 260 по всей нашей одаренной то цены бы им не было но думаю меньше так что господа смотрите внимательно сюжеты и не парьтесь с музыкой музыков то много но без звукаря ни одна не будет работать кстати вопрос по существу а кто из 260 может еще переводить с английского ну дай бог 13 а то меньше и вот я такой и поэтому я вам показываю египет где мне бы по сути жилось-то легко зная цены и зная результат то что делается объединенных арабских эмиратах сподвигло египет на вот такой подвиг то есть застроить все побережье красного моря достаточно дешевыми для иностранцев домами что касается вот этого конкретно дома в 250 квадратных о прошу прощения 450 квадратный метр что же я лоханулся так ага так вот этот дом я потом вам расскажу что цена вопрос это мы заходим на второй этаж есть еще третий этаж то есть вот такая комната а 20 квадратных метров для папы с мамой то есть кровать 3 на 3 здесь умещается свободно и легко туалет и принадлежности для мамы с папой отдельно пойдем дальше посмотрим двери выполнены разумеется в египетском стиле такая же комната чуть чуть меньше для детей развернемся и вот если у вас все таки много детей как владимир владимирович посоветовал свое время ну две жены три жены только в египте к сожалению для граждан россии только одна и та которая когда сильно вас любит что-то может с вами сделать ну ладно лирика опять же теперь проза жизни проза жизни заключается в том что такой дом стоит ровно столько же сколько стоит дома в поселке нежный например вот это финишная отделка она здесь закончена здесь не хватает только мебели соображаете думаете отсюда до каира 5 часов езды автобусом ну либо купить свой с 30 на свою собственную машину может машину привезти из россии не проблема доехать тоже не проблема едем до турции а там дальше великолепные дорожки и все будете удивлять красненькими номерами они здесь красненькие что-то говорить конкретно еще а стоит ли то есть если у вас все таки все нормально в бизнесе если вы не очень сильно любите нашу длинную уральскую зиму если вам надоело ввозить в свой домик в деревне если это большой домик в деревне стоимостью вот указанная сумма то здесь не надо ничего топить мы находимся внутри дома температура снаружи примерно 40 градусов внутри комфортабельные 20-25 так вот бред про египет развеять я по сути крайне толерантен к любой религии но вот здесь косяков поменьше приезжает конечно перцы но их очень мало одного хватает больше не получится так вы еще и оденьтесь не так как турист и к тебе даже нищий не потянется но если вам хочется жить как турист такую эти в замечательный домик ныряете плаваете и только раз в машинке смотайтесь за продуктами в неделю да можете почаще что же касается медицины то по сути все стоит копейки что же касается онкологии то крупнейший научно-исследовательский комплекс он в каире и крупнее то ни у кого живи спокойно на морепродуктах на идеальных свежих овощах и разменивай десятилетия и ребенок в три года не будет знать что такое сука круглогодичная идеальная погода супер удовольствие в овощах и фруктах и все это в разы дешевле чем в рашке и кстати результат сел смонтировал да еще и снял и несколько сот в день и это все обеспечено хотя там и сотни сотни долларов за глаза как она для 13 человек фургада это как русский город все русских здесь любят много брат браков совместных с египтянами на русских русский на египтян поэтому как мы уже как вместе как родственники можно сказать то есть нету недопонимания с учетом того что мы еще и кое-что другое строили как расуанскую плотину и немножко помогали вам с 1 филе моя филе с 1 витат майя русский ухана масса на лавая русский и гиум хома муш фахмин мастриквайся они мафиш кедова в основном в основном в фургаде где живут русские из иностранцев немцы вот это остальная европа очень мало в основном все русские и бывшие снг русская украина белоруссия весь бывший союзский союз то есть по сути нам делить нечего да то есть только необходимо наслаждаться красным морем и лазин инжои бахр лахмар басса и лрусс бахр лахмар в шамсу и в архи сахина геррус и жизнь прожиточный минимум прожиточный минимум ниже намного чем россии много горит много привилегий в ваших планах сколько работать и сколько водить объектов каждый год для кулисана а там илькам амара кулисана на данный момент до конца года четыре объекта планируется вести уже под под ключ ждать четыре проекта как минимум в каждом проекте 200 квартир которые уже мы принимаем под ключ и помимо тех объектов которые еще только строятся то есть восемь объектов до запас прочности в конструкции очень большой значит на мой взгляд мы сейчас работаем над тем чтобы все таки даже уменьшить уменьшить эти запасы прочности потому что экономически это является нецелесообразным наша компания сейчас имеет большое количество европейских специалистов наших специалистов которые работают над тем чтобы согласовать согласовать вот данные строительные технологии которые используются сейчас на данный момент с теми геологическими условиями инженерными условиями которые необходимы для строительства грубо говоря мы хотим внедрить те же наши госты в строительстве здесь наши госты позволяли нам строить великолепно и восстанавливать и ташкент в том числе после землетрясения разрушительного то есть ну говорить о том что мы люди из бывшего ссср сейчас люди братских республик можем строить прочные на века в том числе сталинские конструкции не стоит даже комментировать это сейчас можно ли продавать здесь жилье европейского уровня и строить его да конечно мы сейчас мы сейчас продвигаем новые технологии вот это позволяет нам вводить вводить менее ресурсоемкие ресурсоемкие технологии это в свою очередь ведет к тому что у нас меньше энергозатрат меньше затрат человека часов это влияет естественно на стоимость здания на стоимость уже про квартиры для конечного потребителя в то же время наши специалисты предлагают более высокое качество и в отделке вот и в электрике и водоснабжении и нам нужны показатели в цифрах квадратных метров допустим и скорость строительства сколько вам выделяется времени для того чтобы должны построить дом значит сейчас произошло небольшое изменение в законодательстве на местном уровне значит любой застройщик начавший строительство объекта должен его закончить течение года в то же время в то же время политика компаний компаний бывает разная значит темпы строительства в целом достаточно большие но качество строительства напрямую прям обратно пропорционально скорости но за год при такой температуре при таких качественных материалов можно построить edi сколько квадратных метров вот в этом году выглядит он нас 4 комплекса средняя площадь комплекса где-то 3 до 4 тысяч квадратных метров этаж ну значит это у нас получается 12 тысяч метров один комплекс значит 12 тысяч это около до 50 тысяч квадратных метров год водиться и нас так где же кризис так где же кризис Кризис? Кризис у нас это покупательная способность, это тот проблем, над которым мы сейчас работаем. Или проблема все-таки в мозгах, как говорил Булгаков? Да нет, я не думаю, что проблема в мозгах. Мне не думаю, что проблема в мозгах бизнесменов, которые вы... Да нет, я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что здесь все выгоды очевидны. Очевидны. Тот, кто уже здесь побывал, тот, кто хотя бы видел несколько передач, прекрасно понимает о том, что покупать жилье здесь выгодно. Египет входит в десятку стран, в которых рынок недвижимости развивается, в первую десятку стран. Поэтому вкладывать деньги здесь достаточно выгодно. Если, допустим, до кризиса у нас средний прирост по прибыли по квадратному метру достигал 40%, сейчас это показатель, конечно, снижен, но все равно это показатель 15-20%. То есть для уровня европейского и нашего, российского, большего посоветского пространства, кризиса это, конечно, достаточно много. Ну и теперь возникает вопрос. Какова продолжительность жизни людей, работников телевидения? Я сейчас вам расскажу. Немногим более 62 лет. Да, эти люди видели много. Да, они испытывали то, что не в состоянии понять десяткам, а то и сотням тысяч людей. Да и в их теперешней жизни людей крайней традиционной ориентации этого 95%. Это те, с кем не хочется работать, но придется. И вопрос возникает, когда тебе все это надоест? Да, по сути, никогда. И суть такова, что большее количество одноклассников умирает от рака. А почему? Но такова работа. Мы лазим туда, где нас не ждут. И в свое время лопались от компьютерной радиации. Поэтому поймите, 62 и, возможно, рак. Что же касается меня, то я с раком этим борюсь. Поэтому, господа и любимые мои товарищи, надо понять, где рак лечится и где жизнь подольше, и не париться в рашке, либо в других непонятных местах. Поработали и валить. В Египет, например. И чтобы было понятно, да? В том количестве сюжетов больше вы не увидите. То есть не будет такого, что в день, в раз, там, энное количество сюжетов на YouTube было распространено. Да, мне-то по-польше и не надо. Потому что надо сейчас заниматься другими вещами. Надо заниматься здоровьем своим. Надо заниматься проблемкой с головой. Но ничего страшного. Рано или поздно мы доберемся до тех сюжетов, которые у меня еще в архиве есть. И в скором времени количество сюжетов будет в районе 2000. Чем бы это не хорошо было для человека, который все делает своими руками. Редактор субтитров А.Семкин